Кто-то забыл свою фотку. Ещё ничего открыть не могу. Я уже боюсь эту конфетку. Это я, конечно, лоханомилась. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня у нас будет видео Фикс Прайс! Да, покупочки Фикс Прайс вас ждут сегодня. Я взяла немного, но новинки и то, что я люблю, то, что я беру. Ещё раз пройдёмся. Ну, а прежде чем мы с вами начнём, обязательно подпишись на мой канал, если ты ещё не подписан. Можешь сразу ставить лайк, если тебе нравятся мои видео. И приступим! Итак, давайте, как всегда, начнём с новинок. Это кто ждёт новинки, то обязательно вы их дождались. Первое, что я тогда вам хочу показать и сама, на самом деле, распаковать и посмотреть, это вот такая вот... Я не знаю, здесь написано декоративная панель. На картинке сзади нарисовано, да, что она как-то стоит. То есть она должна стоять. А я смотрю в коробке, как будто она очень тоненькая, если честно. Тут подкрепляется у нас фотография. Здесь горят лампочки. Нужно всего лишь 3 батарейки. Я, по-моему, взяла батарейки. Мы сейчас всё затестим с вами. Так, открываем. 199 рублей стоит, да? Уже понятно. Возьмём ножнички. Какая-то фотография чужой семьи. Блин, в примере. Кто-то забыл свою фотку. Папа! Нет, это просто на бумаге запечатано. Она самый дешёвый причём. Так. Вот, мне показалось странно... А, нет, она не тоненькая. А мне показалось тоненькая. То есть эта коробка не нужна, в принципе, да? Вот, мы достаём. О, отлично, да. Сзади оно на такой подставке. Вот такая вот панель. Там два цвета. Есть потемнее, есть посветлее. Конечно же, я взяла посветлее. Здесь я прикреплю какую-нибудь фотографию обязательно. А здесь у нас две батарейки маленькие. А почему я прочитала... Я что-то... А, это, наверное, в другое место я прочитала. Такая немножко она какая-то кривоватая, что ли, да. Вот, я прям смотрю, она кривая, смотрите. Видите? Кривая. Ну, ладно. Сейчас батарейки найду и покажу вам. Так, ну что, я вставила батареечки. Готовы? Включаем. О! Слушайте, она достаточно миленько смотрится, я вам так скажу. Да? По-моему, ничего. А что она то горит, то не горит? Я не выключала. Эй! Ну, вы поняли, да? Фикс прайс как бы. Что-то отходит тут. Как всегда. Отходит что-то. Ну, в общем, удобно, что можно просто прикрепить фотографию и менять хоть 10 тысяч раз. Мне нравится идея. В общем, вот так. Вот так вот с фотографией будет смотреться. По-моему, очень красивый. А надпись, кстати, на английском. Я реально люблю тебя, да? Класс. Так, поехали дальше. Дальше из новинок. По-моему, этого раньше не было. Я взяла такой порошок в капсулах. Закидывается вместе с бельем. Там, кстати, был тайт, лоск и персил. Я помню, что лоск мне нравится очень сильно с запахом. У них такой сильный, классный. И для цветного белья, да, я взяла. Давайте посмотрим, какие там полоски внутри. Или как оно? Открывается. Не сломает. А, все, вот. Защелки вот здесь. Ну. Ну. Еще ничего открыть не могу. Вот такие. Они двойные. Видимо, это здесь и кондиционер, и порошочек. Вот так вот лежит. 12 стирок. 12 штук. Ну, как-то Люся приходила ко мне, а она говорит, мне такие очень нравятся. Я беру. Ну, вот аромат прям вот сюда идет. Невозможный. Все цены, конечно же, напишу здесь. Я взяла Лоск. В общем, кто брал какие-то другие, пробуйте. Ну, в принципе, все эти фирмы Порошков и Лоск, и Перстила Тайт, мне знакомы, я их люблю, как-то их нормально. Так, купила Деньки вот такой вот новый. Смотрите, у них есть игра для детей. Новый. Вот что я хотела сказать? Смотрите, какой у них новый. Новый что? Новый. Кайф. Новый кайф. В общем, кегли 6 штук и шарик. Все, оно легенькое такое, да. Так что с Денькой, я думаю, будем играть. Покажу ему, что значит боулинг. А потом подрастет, будем вместе ходить в боулинг. Сеточки вот так вот. В общем, есть разные цвета. Я выбрала вот такой, потому что у него в комнате вот такой преобладает цвет. Я взяла такой. Смотрите, здесь даже шарик такой с дырочками. Смотри, День, мама выставила все. Давай. Вау, один. Денечка выставляет кегли. Вот так, молодец. Сейчас будешь бить. Давай, кидай. Молодец. Дальше, девочки. Я взяла кашпо. Это уже не новинки. И точнее, даже это не кашпо. Это, наверное, полноценные горшки, да. Кашпо, они, по-моему, без вот такого блюдечка идут, да. Ну, в общем, из всех. Везде, где я была. Вот здесь дырочки. Это самый, короче, прикольный дизайн, который мне нравится. Они матовые. Они достаточно качественные вообще на ощупь, да. Такие плотненькие. Я взяла два. Сейчас посмотрю, как мои. У меня два горшка каких-то есть, по-моему, которые надо посадить в белый. Посмотрю. Либо просто пересадить сюда можно на крайняк, да. Ой, неправильно засунула. Так, Мила уже в боулинг начала играть. В общем, две вот таких. Я бы взяла три, на самом деле, но там всего было две, и я их две забрала. Еще там красивый есть мятный цвет, который мне нравится. В принципе, мятный тоже можно. И очень красиво розовый. Так, далее из новинок. Здесь у нас вкусная соль розовая, гималайская. Смотрите. Розовая гималайская соль. Тоже мне стало интересно. Раньше я не видела. Видела только какую-то там, не помню, кавказскую. В общем, какую-то соль. Мы ее используем. Слушайте, пахнет как-то интересно. Каменная гималайская розовая соль. А, вкусная соль, да, да. Ну, это фирма вкусная соль. Широко используется при приготовлении различных блюд и для подсаливания уже готовых. Тонко, изысканно подчеркивает вкус мяса, рыбы, блюд из овощей. Состав. Соль пищевая каменная, гималайская, розовая, мелкая. Смотрите. Пахнет. Даже немного клеем каким-то, если честно. Ну, мне напоминает. На вкус, короче, не буду пробовать сейчас. Руки грязные. Вот, ну. Ну, розовая соль прикольненько выглядит. Я взяла новиночка, да. Что еще я взяла из новиночек? Вот, смотрите. Фончоза. Фончоза. По-моему, это новинка. Не было раньше. Иначе бы я уже взяла да приготовила бы. Способ приготовления. Три минуты. Блин, это, наверное, не новинка. Я уже покупала это. Да, я брала это уже. Почему я не помню? Я почему-то думала, что здесь надо готовить. И вот эта фончоза напоминает мне. Помните, я готовила мясо-суп? Но там нужно было варить. Там нужно было один ингредиент закинуть, второй, подождать. Потом третий. То есть, это не так, что три минуты ты залил и все. А здесь больше как доширак готовится. Залить кипятком до отметины. Подождать три минутки. Через три минуты обязательно слить воду. Добавить специи. Хорошо интенсивно перемешать. Ну, я попробую, приготовлю, конечно. И вам здесь скажу отзыв. Это я, конечно, лоханомилась. Так, ну вот, мы заварили фончозу. По инструкции здесь она должна выстоять три минуты. Время уже указанное прошло. Я думаю, пора открывать. Ай! Что это такое? Что это такое? Честно, на вид какая-то леска. О, вроде мягенькая леска. Как сказано в инструкции, нужно воду обязательно слить. Сейчас сниму. Солью. Солью. В общем, высыпала я все содержимое пакетов, которые входили в комплект к этой китайской лапше. Это у нас был какой-то соус с грибами шитаки. Честно сказать, на вид как будто это кто-то уже ел. И вот эти вот кусочки, это дробленый арахис. Согласно инструкции, да, нужно это все перемешать. На вид вообще неаппетитно, честно скажу. По запаху так себе. Напоминает кошачий корм, который я покупаю для своего кота. Но сейчас отважусь и буду пробовать. Вот что получилось. Сейчас буду пробовать. Остренькая. Немного сгорчит. Знаете, какой-то прикус какого-то пережаренного масла. То ли какой-то соевый соус. Ну, на любителя, в общем. Вот. Бывает такого, хочу то, не знаю что. Это вот как раз это самое блюдо. Вот. Смотрите. Показываю на коробочке. Да, еще раз фончоза. Вот. Ну. Второй раз я бы ее брать не стала. Одна. Однозначно. О, конфетки. Я все подряд показываю, кстати, да, в перемешку. Еда, не еда. Конфетки Energy, девочки. Energy. Я решила их просто хотя бы взять да попробовать. Иногда, знаете, ты еще не взбодрился, но кофе уже две кружки выпил. И тебе уже вкус кофе надоел. И хорошо бы взять такую конфетку. Или бывает ты за рулем ездишь. И бывает прям, знаете, кофе неудобно остановиться взять. Взял конфетку. Конфетки, смотрите, они маленькие. Вот такие вот малюсички. Да? Вот малюсичка. Я сейчас попробую по вкусу. Хотя мне сейчас взбодриться вообще, наверное, и не надо. Мне кажется, это таурин чувствую. А здесь в состав входит сахар, патока, комплексная пищевая смесь. И там в этой комплексной смеси, в скобочках, кофеин, гуарана, таурин. По-моему, все эти три компонента, они бодрят. Так, регулятор кислотности, кислота лимонная, ароматизатор, красные ягоды, краситель пищевой кармин. Все. Ну, вкус? Энерджи напитка. Не знаю, это надо утром, наверное. Хотя, если я сейчас ее съем всю, не засну, я вам тогда скажу потом, сколько я не спала, да? Следующая. Давайте к еде подошли мы. Ладно, давайте, ну, как бы к еде. Там еще не еда есть у меня. Любятого я взяла, потому что это одни из моих любимых печенек. Состав, вкус, все замечательно, вкусно, классно. Я взяла две пачки. Думаю, еще в машину брошу, пусть будет. Потому что иногда бывает так хочется кушать, остановиться просто нет возможности. Мои любимые конфетки. Тофи. Сейчас я сладкая подсела, прям мне так хочется. И вот тофи я люблю, я их знаю, их пробовать не буду. Я их пробовала уже в фикс-прайсе, отличный вкус. Вот такие вот печеньки имбирные. Я не знаю, если это не новинка, то, ну, мне кажется, я их уже брала в другом магазине, просто увидела в фикс-прайсе. Решила взять. Они классные, они такие тоненькие, с ароматом имбиря и корицы. И, в принципе, я люблю печеньки и пряники с имбирем. Мне вкус нравится. Взяла. Шиповник, девочки, шиповник номер один. Я сейчас делаю себе чай, и вот тот шиповник, который я в прошлый раз брала, я уже весь его израсходовала. Я его добавляю в чай. Он кисло-сладкий и прекрасно мне заменяет какой-нибудь, знаете, вот сиропчик кисло-сладкий. При том, при всем, что там нет сахара. Я увидела вот такой вот шиповник ягодами. Я сейчас завариваю себе чай и бросаю туда там мяту, шиповник, чего-нибудь там, лимона. Все это завариваю крутым кипятком, и получается замечательный чай, который дают там, например, дорого стоят в каких-то заведениях. Я делаю сама себе такое. Я уже боюсь эту конфетку. Может, ее перестать есть? Я боюсь, что я не усну. Я хочу спать. Ну, как бы вовремя лечь. Мне бессонница не нужна. Короче, я взяла такой цельный шиповник, сушеный просто. Так, там, оказывается, маленькие батарейки, а я взяла большие батарейки. Маленькие-то не взяла. Так, что у нас здесь? Я взяла денечки. Вот такие вот маечки. Мне очень понравились расцветки. Я взяла 30-й размер. Мы растем, видите, уже 30-й. Мне понравилась вот такая расцветочка. Вот она. И понравилась вот такая вообще классная расцветка вот эта. Прям такие мальчиковые, классные. Причем такие, знаете, там, типа, непонятно, что нарисовано. А вот это что-то такое стильненькое мне показалось. Вот. Я взяла две. Хлопок 100%. Мне очень нравятся детские маечки и трусики. Там вообще какая. Что, что, что ты увидела? Милка. Ты что, определяешь мне, что буду показывать ей дальше, да? Шарики нашла. Шарики, на самом деле, я не собиралась покупать. Это Дэнни их взял и проконтролировал, чтобы я их оплатила на кассе. Так что теперь у нас есть шарики. Просто надую, им просто будут здесь валяться. Он будет в них играть. Так, следующее, что мне понравилось для декора к Новому году. Вот есть такие золотистые, но я подумала, что серебристые будут более новогодне смотреться. Это я как раз таки решила, что я постелю это, ну, как для декора, да? Когда буду оформлять квартиру к Новому году. Я думаю, что я это буду делать уже, наверное, в начале декабря или в конце ноября даже. В конце ноября, наверное. В общем, положу это на столике вот здесь вот в спальне. У меня прикроватные тумбочки, да? И я думаю, что я на тумбочки прям положу красиво. Они будут светиться. Они в форме снежинки. Создают такой классный эффект. С одной стороны, ну, такие просиликоненные, серебристые. Цену напишу, не помню, опять же скажу. Впрочем, две штучки купила. Возможно, я куплю еще, если их все не разберут. Они очень красивые. Они, может, и на стол красиво будут. Еще мне очень-очень понравилась вот эта прелесть, девочки. Вот этот ангел. Как он клево сделан. Он там в одном цвете. А, нет, не в одном. Еще розовый есть. Но мне прям беленький понравился. Посмотрите, какая она классная. Это и на елочку. И просто вот даже сейчас вот здесь повесить на мое зеркало новое. Просто шикардосненько будет смотреться. Обалдеть. Так я еще, надо было еще взять. Очень красиво смотрится. Классно. Ну, прям подсвечивает. Прям вау-вау. Очень красиво. Да, я так и чувствовала, что надо еще взять. Но мне нужно было для начала повесить и посмотреть, где будет висеть. Короче, я возьму у таких ангелочков еще. Так, я взяла губки свои бежевые. Потому что я очень люблю. Они подходят к моей кухне. И они не бросаются в глаза. Осталось с тряпками решить вопрос до конца. Потому что у меня очень много цветных тряпок. И вот это просто для стола. Всегда падает на нее глаз. А хочется, знаете, такое, чтобы вот у меня кухня белая, бежевая, серая. Такое, да, что-то. И пусть вот эти вот тряпки, да, тряпки, полотенца и губки будут тоже такого цвета неброского. Чтобы из кухни не выписывалось. Чтобы из кухни не выписывалось. Ну, короче, взяла вот такие губки опять. Потому что те израсходовались. Так, еще интересненькое. Я взяла вот такую елочку. Вырасти новогоднюю ель. Я не знаю, сколько мы ее будем растить. Стоит она 99 рублей. Какая-то земля даже. Какой-то кусочек шприца там что ли лежит. Короче, вырасти новогоднюю ель. Вырасти меня. Здесь стаканчик. Вот такая елочка. Один поливаем, значит, мы. Потом два поливаем. Три солнца. Что-то начинает расти. Здесь еще фотоконкурс идет. Значит, я думаю, что мы с Дэнни снимем, наверное, отдельное видео. А может, не с Дэнни. Может, и я одна. Может, ему и неинтересно будет. И это будет такое долгоиграющее видео. Но в конце мы увидим, что же это за елочка такая интересненькая. Вырастим ее. Так, один пакетик пустой. Ну, дальше это Дэнни, который схватил вот эту штучку. Ему нравится. Это рис воздушный в стаканчике. Да, он вкусненький. Этот, по-моему, без кусочков фруктовых. Я люблю еще с фруктовыми кусочками. Но последний раз, когда я брала эти фруктовые кусочки, все повыкидывала. Они такие были твердые. Видимо, уже, может, просрочены как-то, либо хранилось как-то не так. Но обычно я беру, они мягенькие, они жуются, они кислинку придают вкусно. А эти отвратительные просто. Так, ну еще я брала в прошлый раз колбаску, девочки, да? Я брала итальянскую колбаску. Кстати, у них что-то с холодильником было. Холодильники не работали. Слава богу, к эту колбасу можно без холодильника. Итальянская была очень вкусная. А вот ореховая сырокопченая, я ее не пробовала. Сейчас я ее с вами попробую. Да? Да. Пойду помою руки, чтобы попробовать колбасу. Так, ну и что? Нам осталось последненькое. Это попробовать ореховую колбаску. Потому что в прошлый раз я пробовала итальянскую. Она реально вкусненькая. Теперь ореховая. Ой, руки помыла. А что такое? Что-то она плохо открылась. Непонятно как. Всегда. Что-то, да непонятно, что-то делается. Короче, беру ореховая. Белиссимо. По камилке, нет? На самом деле, мне очень нравятся вот эти колбаски. Я их обожаю. И именно вот это вот Рэмит, да? Видимо, они решили сотрудничать с Фикс Прайсом. Вполне себе зачетненько. Этот продукт можно хранить без холодильника еще, что хорошо. Но я все равно в холодильнике храню. Классно, теперь есть колбаска. Все, мои хорошие, я вам показала все покупки. Надеюсь, мое видео было для вас полезным и интересным. Если так, а даже если не так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите ваши комментарии, отзывы. Жду обязательно. Ну а с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok